всем привет сегодня я на кухне в связи с тем что мы тут насобирали кучу грибов захотелось сделать блюдо которое уже давно собиралась делать называется она солянка перед тем как вот делать я вообще такое блюдо я ни разу не делал это будет вот как бы первый раз буду сама пробовать поэтому рецептов множество я пересмотрела делает различными способами с добавлением томата с кучей перца с солеными грибами с чем угодно но я вот как-то посмотрела и для себя решила что вот наиболее оптимальный для меня не очень острое потому что я видела льют и уксус и много острого нас такое как-то не в почете поэтому более такая мягкая солянка будет и что для этого блюда надо первоначально должно присутствовать обязательно капуста грибы у меня белые грибы мы буквально их собирали на днях они прекрасно хранятся в холодильнике их почистила они меня вот денька два лежат ничего не делается я так думаю что для вот этой солянки можно использовать любой другой гриб это не принципиально просто нам повезло нам повезло и у нас есть белые грибы поэтому солянка будет с белыми грибами значит лучок головка лука помидор многие кладут томат но и решила что все-таки будет помидор поинтереснее морковка маленькая веточка но не такая маленькая так вот не пучок же в общем веточка петрушки соль перец сметана растительное масло у меня смесь альтера это подсолнечное и оливковое масло вот мне такой вкус больше нравится значит все это режется крошится значит я наверное порежу все что не буду утомлять потому что резать можно произвольно кому как удобно морковку я потру остальное все я порежу капусту конечно потоньше грибы на средние дольки уже когда все порежу я покажу что у меня получилось а да и еще я буду добавлять сметану без сметаны мне кажется это блюдо не будет так вкусно ну на мой взгляд там посмотрим попробуем что получится а пока вот сейчас я все это дело порежу и покажу уже что нагреваем сковородку сейчас она мне буквально чуть-чуть и можно наливать масло 4 масло ну так вообще не очень мало и не очень много сколько нравится потому что капуста любит масло и грибы любят масло следом отправляем морковку вот такая красивая и лук как средненько порезаем кому как нравится я думаю это не принципиально можно только между кусочками как угодно уменьшаю огонь и на слабом огне оно будет растироваться потихонечку это дело готовится тут я порежу капусту капусты примерно около килограмма капусты около килограмма так а грибов по весу мы так взвешивали полкило вот эти три грибочка они полкилограмма начинаю резать капусты порежу так средненько очень мелко для меня вот это не очень мелко потому что на салаты я вижу гораздо тоньше на солянку я думаю пойдет и так помешиваем морковку с луком чтоб не дай бог не прихватилась и продолжаем резать капусту я уже говорил что перед тем как начал готовить свою солянку я посмотрела множество рецептов там солянка бывает суп солянка бывает только из капусты с овощами бывает солянка с грибами в общем тут поле из изобретательных людей можно готовить очень очень по-разному отдельники так и я сейчас вот буду она немножечко уже зарумянилась частями отправлять туда капусту чтоб она мне притушивалась и резать остальную часть капусту готовить довольно редко просто на подвиг из подвига то что мы собирали грибов что-то с ними надо делать мы их уже и жарили и тушили и варили чай засолили солянку мы еще точно не делали солянку еще одно блюдо я тут нашла тоже в интернете где-то я не читала раньше буду тоже готовить постараюсь снять пока не буду говорить что это за блюдо сами посмотрите мне кажется тоже должно быть очень вкусно потому что мне еще остались белые грибы в общем у нас грибы на обед на обед на ужин и на завтрак скоро они закончатся поэтому не так долго ими баловаться белый гриб действительно мы первый раз в жизни вот такие грибы собираем чтобы было действительно в достатке и на рынке на сегодня были продают очень много и белого и подосиновика лисичка увидели даже если все срастется мы завтра еще раз съездим хочется еще посушить начала рассказывать про сушилку села батарея на камере купили сушилку в связи с тем что я тут яблоки пошли и грибы в духовке плиты как-то вот сушится не очень вот хотел сделать обзор этой сушилки нам очень понравилась самая простая самая недорогая белорусского производства ну штука классная можно будет докупать еще подгончики увеличивать мы постепенно будем наращивать объемы вроде бы много туда положила вытаскиваешь буквально чуть-чуть вот килограмма капусты получилась вот такая гора в сковородке сейчас я крышкой закрою так я пришлю и пусть она там тушится потихонечку на маленьком огоньке пока она тушится порежу грибы обрежу да и все ну и так средненько порежу не очень мелко ну и не очень крупно все грибы и буду я их обжаривать на отдельной сковородке ну какая шляпище были еще больше это так вот среднего размера грибы ну надо вот такая вот горка получилась грибов а сковородка у меня не очень большая масло 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 тоже так все тушится грибы дадут еще жидкость они хоть плотные и твердые но все равно жидкость будет так и пока тоже на небольшой огонь без крышки у меня еще огонь все сейчас пусть они немножко потомятся а потом я немножко огонь добавлю грибы я больше добавлять ничего не буду все остальное что положено я буду добавлять капусту так пока это готовится я порежу помидор помидор пойдет для капусты помидор тоже не крупно но и не мелко средний такими брусочками кусочками буду менять местами капусту морковку и лук все то что снизу буду вытаскивать наверх а капусту буду перемещать вниз капусту капусту довольно сочная не забываем про грибы капусту перевернули до мешали и грибы вот они уже усели была прям такая горка хорошая сковородка прижаривается я думаю пропорции нормально получается где-то полкило грибов на килограмм капусты ну и дух пошел уже от головы грибочков королевские грибки сейчас грибочки уже у нас прижарятся перетушатся какие-то вот они видно что уже зарозовели ну жидкости достаточно капусту я уже буду добавлять порезанный помидор так теперь у нас сметана идет к грибам все равно это дело надо посолить так у меня тут перец и соль все это я перемешаю и буду солить вместе белые грибы они вообще очень быстро готовятся я их не отваривала предварительно они здесь не горчат совершенно грибы просто вот если варишь даже сладкий получается навар после них так и все теперь ждем когда будем такого капуста чтобы все это дело воссоединить к капусте пусть они там уже потушиваются вместе в конец и т.к. все в капусте побольше сковородку перемешиваем последний раз накрываю крышкой капуста дала сок очень хорошо так и теперь наверное минут на 10 оставляю под крышкой на небольшом огне до готовности потом будем пробовать всю эту красоту сейчас надо будет засыпать петрушкой но это громко сказано тут всего ничего даже не пучок немножко какая веточка вот немножко надо мне кажется потому что из всех сочетается и с капустой и с грибами укроп с солеными грибами петрушка жареными запеченными в общем как-то так вот я думаю капуста уже готова тут еще и сметану не грибы конечно дали сок все петрушку перемешаю не выключаем сейчас попробуем что это мы тут на фантазировали хотя может быть не кто-то такое дело но я как-то в интернете не увидела точно такое же сейчас попробуем что мы тут наготовили горячее правда на вид красиво это вещь вкусно чуть больше соленое можно а так вкусно действительно такая осенняя штучка получилась вкусно очень все еще свои буду кормить приятного нам аппетита всем пока пока вкусно Продолжение следует...